всем здравствуйте всем мирного неба над головой такого же но относительно мирного вот как и небо над шри-ланкой это был декабрь ну и то что сейчас творится на шри-ланке ну вы можете посмотреть если кто не знает комендантский час обнищание людей ну то что я там заметил в принципе во многих так странах но слишком ярко выраженный был национализм на шри-ланке национализм какой если ты турист то как бы да мы тебя потерпим мы тебе улыбнемся мы готовы тебе предоставить все услуги в принципе и даже без без мошенничества что удивительно практически на каждом шагу но вдруг если ты там живешь вдруг если ты там решил открыть бизнес то к тебе будет совсем другое отношение но вплоть до того что тебе даже могут что-то подкинуть и все и мы помним тот случай когда были арестованы с ростовского зоопарка ну как бы они ученые но вполне возможно что они были замешаны на стальном парке они там подобрали якобы жуков скорее сегодня не подобрали не поймали то есть и хорошо что мы были предупреждены и когда мы приехали то встречающие нас с других других турбюро предупредили что ни в коем случае никого не ловить ничего не подбирать потому что просто местные жители если вас увидят они могут об этом естественно доложить и вот удивительно я помню приехал в египет после этого свергли президента я приехал на украину после этого свергли януковича я приехал на шри-ланку и после этого там волнение но будем будем наблюдать чем это все закончится это кстати взлет естественно от колумба шри-ланкой и мы улетаем домой в алматы но теперь 16 мая в истории ну и чем 16 мая прославилась в истории ну и более менее близкая к нам от 16 мая скончалась можно почтить ее память народная птица кроссер татьяна лаврова главная роль в фильме 9 и 1 года где любовный треугольник с баталовым настоящая фамилия андри канис и она родственница миллионера российского саму тимофеевича морозова первый муж ее был егений урбанский народный артист второй замечательный изумительный артист олег даль и третьем у нее был роман с андреем вознесенским и самое удивительное что ты меня никогда не забудешь ты меня никогда не увидишь из юноны и авось эти стихи были посвящены ей стихи и вознесенского но интересный факт 16 мая нельзя ничего мая начинать 1985 году постановление цк кпсс по преодолению пьянства и алкоголизма и искоренению самогоноварения в следующем последующий день она была напечатана во всех изданиях но и мы все помним да например как она мне это отразилось мы как раз были студентами естественно в астрахани и как бы там ни было но все равно почему-то алкоголь был нам нужен поэтому через дорогу был магазин несмотря на занятия у нас один из студентов всегда очередь была космическая очередь была космическая естественно по-моему все открывался магазин алкоголический из двух часов и вот один из студентов у нас всегда вставал в очередь потом мы обязательно друг друга меняли говорили что настоят минимум пять человек ну там пять человек раз пять человек 25 человек три и потом мы приходили и да и брали вот этот алкоголь обязательно давали по моему по бутылке алкоголя такого и по бутылке алкоголя такого но зачем нам был нужен во первых это было как валюта во вторых можно было с помощью этой бутылки знать какой-нибудь зачет получить но не экзамен конечно но тем не менее и так как у нас учились иностранные студенты то можно было за этот алкоголь выметить какую-нибудь аудиокассету импортную зажигалку какую-нибудь майку да это было своего своего рода валюта они естественно купить могли тоже но они не стояли же в очереди в 1964 году 16 мая завершено строительство первой очереди высотной асуанской плотины на реке нил в египте вот соответственно где советский союз показался с положительной стороны туда можно смело ехать и вам будут приятно улыбаться и действительно к вам замечательно относиться вот египет в ряде этих стран ну соответственно и вьетнам но и китай тоже